всем вкусного времени дня сегодня приготовлены блинчики это очень особый секретный рецепт с которым мы хотим с вами поделиться для этого нам понадобится соль мука сахар молоко кипяченая вода подсолнечное масло и 3 яйца мы замешиваем небольшой такой такую порцию потому что это для завтрака и мы любим их кушать теплыми всем добрый день сначала нам понадобится 3 яйца у меня здесь маленькая помощница сюда по серединке 3 столовые ложки сахара и сначала все перемешиваем взбиваем нашу массу примерно до такого цвета и продолжаем добавлять наши ингредиенты муку на два этапа сначала половину примерно так и еще раз все перемешиваем все перемешали щепотку соли и молоко молоко теплое молоко у нас 200 миллилитров теплого молока и еще раз все перемешать это водичка на горячее подожди не удивляйтесь наша масса довольно таки жидкая это так и задумано теперь наливаем 200 миллилитров горячей воды теперь добавляем оставшуюся нашу муку добавлять муку сюда посерединке двумя ручками держи и еще раз все перемешиваем смотрим что у нас масса получалось жидкая чтобы блинчики у вас были тоненькие когда вы все хорошо размешали наливаете в конце растительное масло 3 столовые ложки в серединку наливаем только без кисюшечки пожалуйста еще раз все перемешайте все хорошо размешали тесто у вас получится примерно вот такое жидкое и оставляем его на 5-10 минут постоять наша масса постояла примерно 5 минут опять мы сейчас будем жарить наши блинчики на двух сковородках сделали пару капель масла на них прогреваем и хорошо на девятки чтобы сковородки наши прогрелись тщательно и потом покажем дальнейшей дальнейшую процедуру приготовления блинчиков сковородки наши нагрелись и размазываем немножко растительным маслом жарить бум на двух сковородках чтобы было быстрее сковородки массивные это тоже очень важно поэтому мы довольно таки долго прогревали провели мы их на девятки на максимальном и первые блинчики хотим сейчас посмотреть попробовать на седьмом уровне пожарить посмотрим как первый получится первые пробные всегда аварийные не пугайтесь пока мисс температура подберется правильная и пока мисс рабочий процесс войдете будут потом получаться хорошие оба 12 могут получиться нехорошие мы пожарили первый блинчик он получился довольно таки толстым мы добавили наш раствор еще примерно две столовые ложки молока чтобы немножко жижить нашу массу у нас две разные сковородки поэтому одна комфорта работает на семерке другая комфорта на шестерке это тоже как надо приловчиться у кого какая сковородка и какая плитка стараемся когда наливаем стараемся равномерно распределить нашу массу по сковородке это уже немножко тоньше получится у нас блинчик так как они должны быть ну как я и говорил уже один-два штуки может три всегда аварийные пробные смотреть надо как раствор подходит или нет примерно минутку был наш блинчик на сковородке берем его переворачиваем и жарим его другой стороны смотрим температура и консистенция у нас если подходит и начинаем потом жарить на 2 когда примерно пожарили два блинчика на одной сковородке три блинчика смазывайте растительным или подсолнечным маслом сковородку чтобы не прилипала у нас нас они еще теплоновые покрытые невозможно прилипать но опыт показал показал они чугунные и тефлоном покрыты и опыт показал что ну как она вкуснее если когда промазываешь и легче жарить первая сторона жарится немножко дольше когда если вы перевернете даже полминуты и блинчик готовы образовывается такой карамельный цвет приятный покажи их на свет какие-нибудь тоненькие получают и все . нужно немножко сеточку получились и тоненькие тоненькие наш процесс приготовления идет к концу блинчики получились тоненькие румяненькие если кто хочет может еще в нашу массу или как тесто правильно назвать может добавить ванильный сахар она подачи немножко с привкусом будет мы любим их натуральными ну все желаем всем всего самого наилучшего мы сейчас дожарим посадимся завтракать всем приятного аппетита до следующего раза пока 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 а и и